Здравствуйте уважаемые подписчики и гости канала Чужое мнение. В эфире, новости шоу-бизнеса. В условиях самоизоляции звезды шоу-бизнеса все чаще устраивают челленджи и прямые эфиры, словно проверяя друг друга на прочность. Недавно 38-летняя Ксения Собчак высказалась такого времяпрепровождения и раскритиковала знаменитости, которые не гнушаются любого хайпа. Люди протыкают губу и ходят по мышеловкам, гордясь рекордными просмотрами, саркастично написала звезда в инстаграме, намекая на недавний эфир Тимати с Настей Ивлевой. Рэпер не заставил себя долго ждать и едко ответил Ксении, с которой когда-то его связывали дружеские отношения. Он признался, что представители звезды звонят его пиар-службе с просьбой уговорить выйти в эфир программы Собчак на Первом канале. В этом мире действительно все логично, детство в МГИМОБЭХА с водителем, кремлевским флагом и мигалкой, предписание, без права обыска, олигархи, кокаин в Дигилеве, сериал «Блондинка в шоколаде», «Дом-2», премии Муз-ТВ, ширма либеральной повестки, баллотирование в президенты РФ. И жесткое несогласие с кровавым режимом, «Непродолжительная тишина» после «Тарарам». Своя программа на Первом канале. Кратко расписал судьбу оппонентки-музыкант. Рэпер считает, что Собчак очень хочется быть в категории Владимира Познера или Дудя, но она не дотягивает ни до того, ни до другого. Тебе нужен хайп гораздо больше других, ты же маленький вампир. Именно поэтому на свою свадьбу ты приехала на катафалке, заранее предупредив об этом всю прессу. Но просто признайся, что тебе нужно внимание, обратился к экс-кандидату в президенты глава Blackstar. Он попросил Ксению оставить его в покое, назвав себя престарелым рэпером-неудачником, плохим бродюсером и никудышным бизнесменом. «Живи своей жизнью и покажи нам всем, как ты можешь вывозить самостоятельные программы о реальных интересных вещах в мире, как это дело идут сейчас, а не на склоках, скандалах и чужом хайпе. Ты же умная девочка», — резюмировал Тимоти. Оставляйте свои мысли по этому поводу в комментариях, и помните, мы ценим чужое мнение, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить важные новости.